Пауза 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 Ладно Ладно Я тоже Трикат Рэш Все нормально Снайпер Снайпер для Сил Света Огрмаг для команды Сил Тьмы И Огрмаг как бы тонко намекает, что Джеки Россо все больше и больше шансов Быть кор персонажем При этом, конечно, и Сэнд Кинг Может отправиться в хардлинию В таком случае двуглавый дракон Будет все же саппортить Ну да Так, ну, давай вот я хотел тебя спросить Вот все-таки, как ты думаешь Какой самый недооцененный персонаж В днишней мете, вот как по-твоему? Недооцененный? Да Блин, тут мета только-только сформировалась Только-только пришли всякие вот эти Последний, знаешь, последний патч Ты знаешь, когда в моду вошли Всякие там кентавры Всякие там виверы Вот такие вот герои Вот кого ты видишь Как недооцененного персонажа Вот лично, как по мне, самый недооцененный Персонаж это сейчас визаж, которого Спокойно можно пикать на мид И выигрывать мид, и идти гонкать На ранних уровнях И в лейте он полезен полностью Адекватно полезен В мидлгейме Это вообще царь мидлгейма Как по мне Ну, это вообще самый Недооцененный персонаж в игре Вот Лил, кстати, достаточно часто Показывает нам На своих стримах Как он на визаже На мидллайне изи выигрывает игры Ты там, кстати, упоминал виспа Вот и он Ну, я думаю, что это все-таки Не медовый висп Если это даже будет медовый висп То, скорее всего, он будет стоять Дабл мид с кем-то Ну да Я бы сказал, наверное, что это Скаймак Я бы сказал, наверное, что это Скаймак Скаймак Потому что он может выиграть лейнинг Ну, даже сопортящий Скаймак Он может выиграть тебе линию Он... У него есть отличное сало Который так не любит Всякие вот эти вот Сларки, Вивер и прочие Прочие персонажи, которые Ну, просто не любят сало Они не могут против него сражаться адекватно Но тот же Вивер Он никогда не собирает себе Артефакты, которые сбрасывают Сайланс То есть ни Монтастайла, ни Юлов Обычно у Вивера нету Ну, почему Линка есть? Линка есть Но, опять же Ты закидываешь в Вивера Аркан Болтс Который тут же снимает Линку И тут же вешаешь сверху Сайланс Ну, давай, хорошо Давай, если не против Вивера Вот мне интересно, кстати По поводу этого персонажа обсудить Сларка, кстати, берут нас Ребята из команды охрана Тролль Варду у нас будет На позиции керри Неплохой керри Как по мне, совсем Мы тоже один из них Подожди, подожди Почему керри? Сларк керрировать, наверное, будет Сларк керрировать Тролль в мид Наоборот, да Тролль Ну, тролль, в принципе, тоже в будущем будет Флейт выходить Поэтому я не скажу, что я совсем неправильно сказал Конечно, здесь Сларк вряд ли в мид пойдет Не самая лучшая идея Вот По поводу Скаймага Скаймаг хорошо смотрится, когда он стоит Ну, то есть, когда он стоит против соло-героя Такого, например, героя, как, опять же, тот же Кентавр Либо та же селедка, которая, если их не трогать Могут очень сильно мешать Даже против того же Тимбера, которого сейчас редко пикают в харду Там Никсасаси Но если против него стоит дабла какая-то То есть, банально агрессивная какая-то дабла То есть, даже, например, излюбленная Динга, например, с каким-то Рубиком Это просто развал кабин Этот Скаймаг, у которого очень мало хитпоинтов Он максимально быстро фокусит, максимально быстро убивает Ну, если соблюдать дистанцию, пытаться как-то То, в принципе, наверное, нужно Но это, опять же, мое личное мнение Которое может никак не относиться к действительности Не, я не спорю Просто я, знаешь, так А чего бы и не обсудить, в конце концов Ну, да Никсасасин Пятым пиком Против кого он здесь в большей степени взят Я пока не совсем понимаю Потому что героев с огромным монопулом Я у команды противника не вижу Никс этот будет, судя по всему, занимать позицию на хард-линии И как-то помешать Сларку фармить Мне кажется, у него вряд ли уйдет Поэтому несколько неоднозначный, как по мне, пик для команды рейдин Ну, с другой стороны, лайфтиллер Есть, конечно, лайфтиллер, который с этим Никсом и будет неплохо А как ты думаешь, что все-таки Мне кажется, неплохой идеей было бы поставить снайпера Стоять вместе с тем же Веспом в харду В харду поставить Гулю поставить с Рубиком на изи-линию Мне кажется, это практически автоматом две линии выиграны Потому что стоять на двух рейдинжевиках против двух навишников Это не очень сложно Тем более, если ты снайпер Ну, то есть Рубик с лайфтиллером Понятное дело, что там сложности особо никаких не будет Ну, а Никса отправить на вид стоять В чем проблема Да, ну, посмотрим, как команды все это сделают В любом случае, пока составы, наверное, я представлю Ариэля, они же силы света Тедди будет играть у нас на Веспе На Никс Асси не играет Патас Лайфстиллер под контролем Юниса Рубик Сильвас И снайпер 163-й Это у нас силы света Так, да, силы тьмы Канеки играют у нас за Я тут смотрю, выход под смоками Давай пока оставим все-таки обсуждение Нико у игроков Я думаю, в принципе, в ближайшее время мы к этому вернемся Возможно, сейчас будет буквально в ближайшие секунды выход За Руной Я практически, мне 100% уверен, что так и будет Я думаю, что они просто подождут Да, они подождут на перетяжке Никса Они дождались на перетяжке Никса Есть раз, станчик Есть огромное количество урона Никс, конечно, подкапывается, но он здесь сгорит Что и происходит Фраг для Джекироса Хороший угрикат Фраг для Джекироса Еще и отжатая руна Потому что оставлять руну здесь просто нелегально Нельзя такого делать Вис потратил всех своих виспятого Огрмага Огрмага отхилився тангусами В принципе, не советовал бы я Ты без путок тратил своих Товарищей Со второго скила Ты просто продал друзей Продал друзей за тангусы Ужас, ужас Никогда бы так не сделал В общем, вот я хотел вам рассказать про команду Дайер Все-таки Канеки у нас играет за Сларка Сенкинг у нас под контролем АУ Судя по всему Ходы Боже, это такие великолепные ники Играет нас за тролль Варларда ЗЗ нас играет за Джекира А Рамзи Гад играет за Огрмага Да, именно так Ну и что у нас в итоге выбрали по лейнингу Давай посмотрим Ничего интересного То, что нужно, то и выбрали Не выбрали мы варианты, к сожалению Я расстроен Сларк Огр против Никс Ассасина В миде у нас снайпер-тролль Кстати, тролль должен снайпера здесь уничтожать Как мне кажется Спорный вопрос на самом деле Спорный А как тролль будет снайпера уничтожать? Мне кажется, они оба не смогут друг друга уничтожать Он закидывает замедляющие топоры Потом закидывает топоры на месы И всё Конец Ну, а снайпер просто убегает и всё Ну, под замедлением-то ты особо не побегаешь от тролля А если башек пройдёт, то всё Как совсем кирдык настанется Ну, там ещё надо с таким башеком К снайперу под шрапнелью подойти, знаешь Ну, тоже верно Всякое может быть Шрапнелька уже закидывается Но всё же тролль как персонаж универсальный И рейнджовый милишный Может позволить себе не терять совсем уж лютое количество Хитпоинтов под этой шрапнелью Как-то и уэйдить её И я думаю, что в этом плане, конечно, у Биба всё будет Тем временем Выход на Никса Асасина просто не везёт этому персонажу Ну, конечно же, стан был потрачен угромагам практически моментально Это было очень глупо, учитывая то, что у Никса был Свиток телепортации Но, видимо, просто не увидели это, ребята Ну, возможно, как-то не прочекали, да Тут у нас Рома ещё Джекирос, кстати Вот так вот из-за интересностей На развороте пытаются забрать Сенкинга Подкоп уже потрачен Телекинес есть Сенкинг получает большое количество урона на развороте И как же ещё не вовремя здесь Сатирчик-то откинул свой Хадукин Висп может сейчас отъехать Висп в итоге живёт пока что только сейчас умирает Рубик тоже отваливается в таверну Сенкин всё ещё живёт Лайфстиллер догрызает И вот Сенкин просто отхиливается с фласки Его не догнать Под замедлением находится у нас Лайфстиллер На развороте По нему сейчас тоже натыкивают Но убить, наверное, его не получится Всё же близко вышка И Лайфстиллер выживает Да Вот такой вот А там, по-моему, просто Каусик Финалис Работал на Лайфстиллера И поэтому Сенкинг смог просто С фласки до фула отпиться И Лайфстиллера его не догнал Плюс наплёвывало в это время по нему Долбрис на Джокира Который тоже замедляет И дико неприятно Джокирос вторую карту У нас уже очень неплохо себя ощущается Тем временем на топе Никса сильно откатывается от Укрмага То есть, судя по всему В какой команде Джокира Та и выигрывает сейчас Всё, пикают Джокира Блин, я на самом деле Вот как раз года два назад Когда думал Как бы так мне пересесть Саппортов на кого-то Более интересного Для того, чтобы Не постоянно Жаловаться на то Что у меня не очень хороший кэрри В команде Я играл на медовом Джокира И там у меня вот Винстрик был 9 Потом, конечно Как-то люди попытались Адекватнее против меня И мы сливали катки Но первые 9 карт И просто без шанса Были выиграны И вот возвращение Возвращение Болтного сына Это подарок Подарок от Вальбы Просто был Совсем по всему Знаешь, типа Первые 9 карт В подарок Все остальные уже Как бы сами А все остальные Возвращают тебя На то место На котором ты был До этого Так, ну что ж Сенкин, кстати Вот я хотел сказать Сенкин будет себя чувствовать Неплохо в Хард 2 На самом деле И вот даже сейчас Может Ну я не знаю Просто что Может сильно мешать Этому Сенкингу Учитывая то, что В любом случае Есть Джокира Который может прийти И очень сильно Помешать Подкоп Очень много дамага Ну Сильвес Сильвес должен умирать Да, без шансов Для него, к сожалению Но подкоп Что-то как-то Пол ХП просто снял Понятное дело Что у Рубика Их и так не очень много Но там Подкоп всего второго уровня Видимо Какой-то Ну Хадукин не залетал Не клепал Урса Откуда так много урона Залетело Непонятно Ну и пока 5-0 5-0 И за прошлую карту Достаточно Так, там кого-то Отыскали А там Виспа Сейчас Отыскал Рамзик И за прошлую карту Очень хорошо Своего оппонента Сейчас наказывают Охрана Они Как бы дают понять Что Прошлая карта Была ошибкой А прикинь Если это действительно Собрались Какие-то 5 охранников Из какой-то Форы Либо пятерочки И сейчас Разваливают кабинеты Разваливают Джокир В просерии Ну нет Я все же Не настолько Готов В это поверить А вдруг Вдруг менеджер Сказал Соберитесь Так Выиграйте Там Интернешн Ага Ну примерно Как с Анжи Да происходит Сейчас Нет Как с Рстайлом Который за хлебом Ходил Ну как вариант Так Ладно Эти мемасы Какого-то Трехгодовала давности Надо Ой Ой Отставить Мемасы На Миддлэйне Чувствует себя Совсем неплохо Против Тролль Варварда В принципе Как я и говорил Он чувствует себя Будет неплохо Потому что у него Замакшина Шрапнейли Тролль Варварда Вообще практически Крипам не подходит Не Ну тут как бы Всего 5 разниц В крипах Я бы не сказал Что он прям Совсем не подходит Там выход Планируется Опять на Никса Сассина Джакир занял Очень интересную Позицию Правда Вышка там Его немножко Нашла Но это ничего Он не подходит Потому что Ему не нужно подходить У него есть Дальность атаки Он может в принципе Стоять на хайграунде И спокойно себе Добивать крипов Мне кажется У него дальность атаки Больше чем у снайпера На первом уровне А ты помнишь Когда Вот стоя Вот за вот этим деревом Где-то вот здесь вот За вот этим деревом Стоя Вот здесь вот Снизу я рисую Вот Вот здесь вот Ааа Там кстати Я не вижу Жаль А как так Не вижу звукотную камеру Ооо Печально Рисовалочки мои Вот они Стоя здесь за деревом Лид Шрак мог Диаболиками Убить вышку просто И применим снайпер Минус снайпер К сожалению Не успеваю я Простужи что ты говоришь Так Тролль Нет не уходит Тролль К сожалению Куда не уходит Он уходит Уходит как раз Еще и на хосте Уходит Уходит К сожалению Уходит тролль Под шрапной Его не добивает снайпер В общем Да да Использует Шрай Продолжай Да Вот здесь За этим деревом Стоял Лид Шрак И мог Диаболиками Убить вышку Она на него не агрелась Да 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 Слово когда Один на один Мид играли Да 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 И я подумал Нашли Виспа Да Виспа нашли И без шансов для него Он конечно пытается Что-то сделать Но к сожалению Не получается Санкин Каппорт Подкнули ближе к вышке Но тот на хосте И Какой-то дальнейшей Инициации не последует Ну так вот Джекирост по большому счету Может делать Похожие вещи С Драгонлендсом Каким-нибудь Возможно Хотя с Джекирост С Драгонлендсом Джекирост через Райт Клик Нет Не хватит Не хватит Рейнджи в любом случае Не хватит Там да Мне кажется не хватит 400 что ли Рейнджи Или сколько-то Стоп Или хватит Нет Мне кажется не хватит Все-таки Я уж даже не знаю Надо потестить Вот прямо интересно Стало знаешь Там снайпер Если он носиком Выйдет немножко За этот красный кружочек Мне кажется Все-таки Он может достать До вышки Надо чекнуть Там на нижней линии Агрессия на лайфстилер Сейчас будет Возможно Заставит его Прожать рейдж Но нет Не достает У нас Сенткинг Подкопом Да и манна Подкопом Хотя была Если бы стики Прожал Но решили Так просто Немножко Отогнать с линии Дать несколько Больше Пространства Для Экстази Там Инфест Есть еще Уули И поэтому Смысла особо нету Как по мне Надеюсь В очередной раз Пытаются Немножко Сагрессировать На Никс Ассасина Но Как-то Не очень Получается На самом деле Чем Помимо всего прочего Там в миде Минус Тролль Втроем Его все-таки Забили Несмотря на то Что он почти Разменял Виспа Так С новеньким Временем Джокера Немножко Да Опять же Понаглел Убил Виспа И на Джокера Все-таки Выход Не планируется Пока что Джокера Кстати Оправдывает себя Абсолютно Как персонаж Сейчас Ну так вот Он плотный Достаточно У него и броня Какая-никакая Имеется Да и Сейчас он еще 900 хб Там дело Не в броне Там дело Которую он уже Купил И в Транквилах Это просто Невероятный Джокера Которого Очень сложно Убить Смотри Против У него Двое Персонажи Сейчас стоят Он еще И пытается Виспан Развороте Убить Но немножко Промазывает К сожалению Станом Ну и уходит Стики Стики Если прожмет Стики прожмет Стики прожимает И 8 хп 8 хп У Джокера Он просто Наверное Самый наглый Джокера Которого я видел За всю свою жизнь Абсолютно Ну и пытается Здесь как-то Разобраться Сейчас с своим Противником Тролль Варлорд Но поднимает Его Рубик Подошедший Ультимейта Еще 5 секунд Нет у Снайпера Забирает Там в это время Сларка Тролль откидывает Топоры на развороте Хорошая перетяжка У Сенткинга Ультимейта У того нету Но это пока и не нужно Здесь попытался Кинуть Айспас С Джокера Немножко не попал И в итоге Да Убивает все-таки Агра здесь Ну и скорее всего Рубик тоже не уйдет Маны не хватает Правда у Сенткинга Немножко Поэтому Стоит отсюда Наверное Сваливать Ох уже эти Сларки с Мидасом Сларк с Мидасом Серьезно? Ну Ну Нет Это плохой Артефакт Для этого персонажа Не ну смотри Там сейчас Остальная его команда Очень-очень неплохо Противника Развлекает И поэтому На Сларка вообще Внимание не обращают Он может себе Хоть еще один Мидас собрать Почему бы и не взять И не задавить Не ждать Это Гулю в лейке В конце концов Она может быть сильной Ну Гулю Понимаешь Гулю гоняют Лайфстиллера Все намного хуже Если мы посмотрим Нетворсы То мы увидим Что Гуля отстает Пусть и совсем немножко Буквально каких-то 100-200 голды Но опять же Если у Сларка уже есть Мидас Знал Знал Никс Что будет именно там Делать телепорт Да и возможно Курицы кстати Посвятили еще Но и фраг Все-таки получился Но опять же Было стянуто 4 персонажа На все это дело И очень долго жил Сэн Кинг А снайпер в это время Настигла там Та же уси Что и непосредственно Сэн Кинга Во многом за счет Хорошего агрессивного Варда Со стороны команды Охрана Да Вар действительно Зарешал Мне кажется Там очень много Очень полезный Вижен давал Этот вард Сейчас Никс Ассин Кстати у нас Чувствует себя Как по мне Как для Никса Абсолютно неплохо Гонкает постоянно Даже Сларку Мудрился Поро разубить Но Сларк В любом случае Чувствует себя Хорошо Почему чувствует себя Хорошо Сларк Потому что у него Уже 11 уровень Благодаря Медасу Все таки Чего не дать нельзя Неплохой выбор В плане уровня Это действительно Неплохо Так вот О чем говорил Что вроде как Лайфстиллер Более менее Ровненько За Сларком шел Но при этом Сларк Подфармливает Теперь больше За счет Медаса И опыта И голды Сларк Быстрее фармит Крипов Потому что у Медаса Еще и плюс 30 В скорости атаки А вот у Лайфстиллера Только-только появляется Армлет Который только сейчас Начнет ему Вообще какие-то дивиденды От вложенных денег Давать Гуля тем временем В крипа Залазит Гуля в крипа Ну и конечно же уйдет Ну тут Большая агрессия была Я просто решил Про это рассказать Потому что Гуля уходит На лоу хп Ну как Пол хп Нормально там Живет Это обузил армлетик В миде В миде попытаются Сейчас зацепить снайпера Есть замедление Есть правда перетяжка от Рубика Подняли здесь Огромага Огромаг ничего не боится Помансовал там еще Он получал правда По лицу очень серьезно И может умереть Сейчас да Просто ультимативное будет Огромаг отправляется В таверну Решил грудью Встретить выстрел Да Чтобы не как позорно В спину его убили А чтобы На врагах Как будто он шел на врага Все это время Снизу там В вендете кстати Находится Никс Ассасин Попытается кого-то подцепить Но В Солос Инкинга Ему наверное не убить Там 800 хп А вот сбить С свиток телепортации Вообще неплохая идея была бы Но пока подц ждет Ждет Ну и Мансу Инкинг Шустрый 400 МС Ну а тут в принципе С свиток телепортации Не понадобится Потому что утралять Временем дабл дэмэдж И к нему подходить Пока что ну Очень опасно Как по мне Да Траля под дабл дэмэджем Конечно Наверное не взять Да и не хочется Там 200 урона с руки Да под ультом Еще быстро Эти 200 урона Будут залетать А тролль Кстати Может я думаю Уже совсем скоро Приниматься за Рошана Так что нужно будет Как-то чекать этот момент Сейчас же пока Нашли здесь виспа И виспа никуда не отпускают И очень быстро Разваливается Тэдди Вот если бы у Сларка Сейчас был Тот же самый Шидоу Блейд Он бы Ну вот этот снайпер Он бы сейчас Не настрял ему Позорно в лицо И Сларк Не ушел на пол КП Он бы просто Залез в лотар Пришел И выпилил бы снайпера А так он Ну продолжает Себе фармить И все Причем Посмотри что в быстром Закупе у Сларка Он не очень хочет себе Лотар Он хочет себе Дагерочек Ну Я не скажу Что дайдер Это плохой артефакт На Сларка Неплохой артефакт Учитывая все его скиллы Но Лотар Как по мне Все таки Ну знаешь Это в любом случае Артефакт на согрешение дистанции Прекрасно понимает Лотар не хочется брать Сейчас что придется Ставить Много вардов Против этого Сларка Поэтому Лотар не хочется брать Потому что у Санкинга Есть инвиз И тогда уже Можно будет подумывать О достаточно раннем гейме Каком-то Поэтому наверное Не рискует Сларк Именно этот артефакт Себе сразу собирать Хотя опять же Он может просто обманывать Своим фаст закупом И потом брать клик И купить лотар У него уже Все палят стрим Это такое Нет Ну просто Типа Что Не знаю Условный телепорт Себе не принося Не притащить Какой-то Талисманчик На инвиз Кстати Это опять Сларк Который Включил себе Вместо вампиризма 15 к урону Прямо на сейчас Вот Кстати Сларк Выходит Куда-то Хочет попробовать Что-то там Забрать Забирает Маленького Урсу И накопил себе На даггер Да Именно даггер Канеки себе По желтевшему Урсу Осенний Урса Осенний Хотел про желчь пошутить Но понял Что это слишком Неприятно Будет Срителям Поэтому Решил Промолчать Уже поздно Ты уже пошутил Блин Так Ладно Джекирос Там на нижней линии Через Ликвидфайр Разминает Вышку Вполне Уверенно И без особых проблем На него еще накидывают Здесь Бладласт Джекира Под Бладластом С Дрэгон Лэнсом Мне кажется Может вообще Людей Аннигилировать В миде Пытается с вышкой Так же Тролль разобраться Туда же летит Тут же Релокейт Троля уже вряд ли Отсюда отпустят Куда-то Да Загулял здесь Тролль Четыре персонажа Совсем рядом с ним Сразу очутилось И Это закончилось Тролли опять на мужика В принципе Как и вся его команда работает Не, ну они Ведут пока Кстати, можем посмотреть Тем временем Это минус Рубик Очень много внимания На этом персонажу И конечно же Вышка сейчас должна падать Потому что улетели Нету сейчас Релокейта У Виспа А куда? А куда? Куда рванул Снайпер Его же сейчас тут похоронят Его же прямо сейчас тут похоронят Правда Висп Ухиливает очень неплохо Канеки правда выгрызается Непосредственно С самого Виспа Висп отправляется в таверну Разулетел здесь Так же и Санкинг Но забирают все равно Снайпера Два в три в итоге размен Пытаются как-то Лайстилижись зацепить Там откатывается даггер Совсем скоро Никс Ассасин Мог бы отправиться в таверну Но вместо него Это делает Огрмак Вышка падает от крипов Вот это гуля Вот это гуля Которая уже полезна сейчас Даже на Простите 17 минуте Гуля с Армлетом Уже может Просто Натычковывать Огромное количество ДПС Но при этом Я не знаю Этого гуля сложно остановить При этом ты смотри Сларк Который взял себе Медас Очень ранний Действительно Хороший тайминг на Медас был Он опережает Лайфсилера Уже на 2000 по голде Сларк будет намного быстрее разгоняться И за счет Во многом Дарк Пакта Которого он подфармливает Сларк И Медас Да 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 В любом случае Я согласен Что Медас Он ускоряет Это хорошо Но вопрос в том Что Сларк будет делать Против Лайфсилера Со снайпером В лейте Он будет За ультимейт Свой Под ультимейт Троля Разрывать любого там Ммм Такое А если еще Супер Башер какой-то Там появится А тут между прочим Никс Ассин между деревьям Стоит вместе с Гулей И конечно же Это минус Или нет Или не минус Санкин Подкоп отличный Ну конечно же Отправляться в таверну Санкин Потому что очень много дамага Так Шрапнель отлично Была кинута Рассчитали что он пойдет обратно И вот минус Минус Сларк Ну здесь Как раз Очень хороший расчет У сил света Что Мгновенно Около тебя Может оказаться Четыре человека Ну четыре персонажа Это Гулей с Никсом И это Висп с Ну снайпером Скорее всего И очень больно Обычно бывает Если тебя так вот найдут Потому что Под стан Никса Прилетает Висп И там уже Очень тяжело Что-то сделать Даже если ты Только если ты успеешь БКБ как-то поражать Но тут тоже Не Не уверен я Что все получится Потому что все же Большой физический урон Гулей будет Буквально через Какой-то дезолятор Который он уже Впервые за Много сотен игр Вижу счастливого Рубика Ему не нужно Покупать дасты Против Сларка Но ему нужно Покупать дасты Против Сынкинга При этом Ну Да че зачем Дасты есть В принципе Телекинезис Можно как-то Скрипами там Поприкалываться Можно в принципе Еще и На Никса Рассчитывать Поэтому Такое Ну Никс Кстати с дастом Как раз Так вот Никс выходит Вместе с лайвстилером Вновь на охоту Видят они Цель Идут к цели На релокейте Правда нету Еще некоторое количество Времени 15 секунд Конкретно В двор дом Пробегает Впрочем А там не видно Не видно Не видно А сейчас увидят Нет Не увидят Хорошо Вот время Никс Тоже кстати Никого не увидел И бежит дальше Пытается вот найти Такой слепой поиск Немножко на бум Получается Но Вогра Я не понимаю Почему герои Команды Дайр Ходят так Разобщенно Они по идее Против такой вот связочки Должны все вместе Постоянно держаться Хотя бы по двое ходить Ну вот они как бы Относительно по двое ходят Но там даже если по двое Ну вот ходят вместе Джакира и Огрмак Ну и что Они друг друга подсейвят Нет Будет ходить вместе Джакира и Мы А почему нет А как А как Там Практически мгновенно Убьют одного из них Ну хотя Да Возможно ты прав Там У Джакира Чем он мне не нравится Тем что у него Очень Длительные Анимации Скиллов И он просто Пока будет Ну и скорость разворота Не самая приятная А пока он будет Разворачиваться И Кастовать скилл Уже разберут Кого-нибудь там Знаешь я Очень удивлен Сларком Он даже саблю не собирается Что-то по всему собирать Ну и наказан на это Собирай саблю Ну то есть Как можно Сларк не собирать саблю Это меня удивляет На самом-то деле Ладно Хорошо Это знаешь как Вот К тому же самому Марфу Этот Боже Не собирать Как этот артефакт Называется Эзерил Эзерил Вот Правильно Как морфу не собирать Эзерил Как тимберу Не собирать Блудстолл Это же просто Самый топовый артефакт Ну не знаю Тимберу Тимберу Как бы Блудстолл Не очень нужен Мне кажется Ну как Лично Моё мнение Он может без него Обойтись Для сларка Сабля Берут каждую игру Практически Да Здесь тоже не поспоришь Для сларка Сабля Ну опять же Если бы он Сейчас был уже Например С ультимейт орбом То сабля бы Вряд ли Очень серьезно Понадобилось Ну то есть Он бы выжил Успел прожать ультимейт И скорее всего Убежал бы Если бы у него был Ультимейт орб Который он просто Не успел купить Где-то в магазине Деньги-то у него на него есть Так что Сабля хорошо Но когда у тебя есть даггер Вот например Сларк может прыгнуть сейчас Не не хочет никуда прыгать Хочет наполучать И упрыгать обратно Ладно Так тоже работает В принципе Там на топе Тем временем Драка у нас Пытается тролль Как-то разваливать Снайперу Снайперу кстати Очень больно Тролль просто разваливает Снайпер и ничего не может сделать Снайпер правда Все же выживает Здесь Джакира Разменивает снайперы Ну неплохо получилось С учетом того Что там был релокейт Но тролль Дикость Дикость конечно совершила И здесь Прилетевшего обратно Виспа Тоже убили Графики можем глянуть Что-то давно мы их не смотрели Около тысячи преимуществ Сейчас сил света По голде Около двух тысяч По экспе Но в общем и целом Игра выровнялась Достаточно серьезно Было 1.8 Сейчас уже 15.17 По общему Количеству денег Лидирует по-прежнему Сларк С Медасиком Потихоньку выходит В скаде Тартефакт у него появится Где-то через Две тысячи Ну чуть меньше даже В принципе достаточно неплохо Дальше идет у нас Снайпер Которого вот Недавно тут Приходовали Который Выходит Кстати интересно Во что В Сашу Яшу он выходит В Сашу Яшу Это неплохо Это Кстати все чаще Я начинаю Артефакт видеть Айяяй Промахивается Под копом У нас сейчас Никс И до конца Можно попытаться Идти Но нет Скидывает Моментально У нас сейчас Даркфакт Сларк Третий скилл Гули и уходит Ну так вот Тем временем Тролль кстати Бьет Рошана Между прочим Бьет Рошана Под ультимейтом Слышали ультимейт Ребята из команды Радиант Я по то что Сенжин Яша Потихонечку Возвращается в доту Это приятно На тролле сейчас Сенжин Яша есть Снайпер ее собирает Снайпер Мне кажется Пока что только Вот в основном На тролле Возвращается Ну как бы Это такой Артефакт Который можно собрать Достаточно тайминговый Он очень приятен Очень на Гулю Раньше собирали Ну на самом деле Очень часто На всех персонажей Практически его раньше забирали Сейчас как-то Немножко прошла Мода Но потихонечку Вспоминают о нем Что приятно Потому что Много появилось Всяких альтернатив На статы В основном Знаешь как например Тот же самый Дрэгонлендс Либо Сабля Они помогают Милишникам И дальникам На топе На топе Висп вроде залетел Но Пожалел что залетел Убили уже Виспа Снайпер тоже сейчас Скорее всего развалит Очень тяжело Снайперу там драться Хотя хороший подкоп От Никс Ассасина Помогает пока снайперу Есть возможность Его там правда Забрать В это время Снизу забирает Еще и Рубика Ну снизу я имею ввиду Чуть ниже Есть возможность Поагрессировать На вышку Охрана В этом В этой драке Хорошо реализовала Своя Игис Да Ну вот у Голи уже Кстати появился Дезалятор Пока что Реализации Мы особо его не видели Потому что Прошлый замес Немножко Не удалось реализовать В свою сторону Команде Охрана Нет не команде охрана Как раз команде Шейкитов Которые опять Не выставили Название своих команд К сожалению Ну сносят башню Тем временем Ребята с команды Шейкитов Достаточно быстро Это у них получается Так подожди Ты кажется Путаешь Разве путаю Это же охрана Охрана у нас За Дайр Да да Ориэль у нас За силы света Охрана за Дайр Ну и летит Летит у нас Тролль Отпушивать нижнюю вышку Тролль Который несколько отставал По Нетворсу До этого драки Сейчас Не поднялся Но четвертое место Все же пока занимает При этом Отставание Не очень большое От коров Команда противника А вот Следующий Персонаж Сэнд Кинг Уже 2500 Отстает от Троля Ну вот Сларк себя чувствует Сейчас просто великолепно Как по мне У него уже скади есть На 25 минуте Это просто великолепный результат Со своим дайгером Он уже потихоньку Становится полезным То есть Дайгер оправдывает себя Сейчас И действительно Если этот Сларк Будет Вот с таким же стремлением Развиваться Если Он будет Получать Столько же голды И опыта В минуту Я думаю Он будет Очень полезным Уже в ближайшее время Да он и сейчас полезный Опять же За счет того Что у него есть Даггер Он может Быстро Инициировать На Виспа Ой-ой Подцепили здесь И очень неприятно Может быть Сингинг Правда Почти отваливается В таверну Поднимает Себя В Юл Сларк Разваливается Очень быстро Но Выживает За счет Своего Ультимейта Ну и Под чужим Шрайном Конечно Драться Не самое Приятное Из действий Как же так получилось Знаешь Вроде как И прожал До стыд Все равно Все равно Убили Прожали до стыда Того как Подошли даже Там хорошо Все было Но Очень быстро Отреагировали На это Аурели И переместились На собственный Шрайн Чем Несомненно Помогли Своим ребятам Там Никс Ассасин Очень грамотно сыграл Он вовремя Все дал И этот стан По троим Он тоже был Просто великолепен Как по мне Тем временем Блокинг Бар Притаскивает себе Тролль Ну как притаскивает Покупает Курица Только летит К нему Ну и С БКБ Троллю Предъявлять Будет намного Сложнее Что-то Кстати У троля Тоже не будет Лотара А будет Просто Даггер На мобильность Ну В Лотаре В чем проблема Ты Даже Если у тебя есть Лотар Не можешь быть уверен Что ты забегаешь Беспалевно Что тебя не видят Понятное дело Что например Тот же Сларк Может контролить Все это дело За счет Собственной Ультимативной Способности Знать В каком момент Есть Видно его В каком момент Не видно У троля же Такой опции нет Можно забайтить На вард И убить быстро С даггером Намного проще В этом плане Ты прыгаешь Сразу в цель И ты точно знаешь Что Тебя до этого Не видели Но с другой стороны Даггер сбить можно Так что тоже Не панацея Конечно Ну да Можно сбить Но опять же У троля Я не знаю Ты знаешь Как у троля Не настолько круто Ну хотя Хотя в принципе Тоже тролли хорошо Потому что можно БКБ поражать Можно поражать Мясы по всем И если Повезет И за 3 секунды По тебе Ни один удар Не попадет То даггер Не будет включен Тем временем Выход на Сларка Сларк уходит В инвиз Выход на Огрмага Огрм практически Моментально Откидывается Выход от троля Не совсем понятных Хотя почему Непонятный Санкин гульканул Совсем неплохо И сейчас Откатывается Так же гуля Минус 2 Пока что С обеих сторон И также Откатывается На Санкинг Есть шанс Нет шанса Добить троля Я подумал Что снайпер Уже зарядил С уверочкой Что убьет троля Но нет К сожалению Не получилось Хороший релакейт Получился В итоге От виспа Да И снайпер Собирают уже Прямо сейчас Кроме Саши Яши Он уже собирает Себе бабочку Ну он будет Таким Прям Быстрым И больно бьющим Он часто Больно настреливает Понятное дело Что Слишком большое количество Персонажей Нужно атаковать То есть Нужно в идеале Добираться быстро И до снайпера И до виспа И это при том Что постоянно На первой линии Маячит Лайфстиллер И Никс Ассасин Которые Не дают Так просто Пройти К Собственным Корм Сзади Ну К снайперу В первую очередь Так что Здесь Задача Достаточно тяжелая У команды Сил Тьмы Но при этом Стоит отметить Сенхимга Который сейчас Очень неплохо Развлитился И Опять же При наличии у него Какого-то условного Аганима Через какое-то время Можно будет вообще Всякую гадость творить Сейчас же пока Решает не в Аганим Выйти А в В лотосторб Тем временем Забирает у нас Все-таки Нашли Светочка Светочка работает И забирает У нас опять Огра Ну слушай Он лассирует Приличное количество денег Уже Есть у него И малые криты И дизолька И сабля И армлет В общем Выходит потихонечку В Кирасу Чувствует себя В этом плане Юнис Вполне неплохо Но при этом По-прежнему Кираса и будет круто Да Но поэтому При этом По-прежнему Отстает От Сларк Того же На Там Две тысячи Три тысячи Хотя у Сларка Не сказать что Много денег Казалось бы То есть По артефактам Так-то кажется Что Намного более Приятно Все Непосредственно У Лайфтиллера Че там Сларк Вообще БКБшечку А у него БКБшечка В принципе Через 500 голды Там будет А тролль Тролль пока что Решает у нас Не особо в дамах Собираться А собирает Еще Собирается 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 Собраться На выживаемость Троллю И Купает себе Очень уже скоро Купит себе Сатаник Троллю Так же как и Сларку Нужно подумывать Потихоньку О МКБ Они должны были Уже прочекать Талисманов Эвейджен У снайпера И понимать Что этот Талисманов Эвейджен Вряд ли будет Грейджен В какую-то Солар крест Вот Все же будет Выход Непосредственно В бабочку И пробивать Снайпера Станет намного Сложнее Потому что И Сларк И Тролль Они бьют С райт кликом Все таки Как тем временем Рубик ворует У нас Подкоп У Сенкинга Так Ульту Сейчас Ульта будет От Сенкинга Но ульта Вообще Ни по кому Не попало Забирают Тем временем У нас Огрмага Подкоп Неплохой Получился От Рубика Как ни странно Сенкин Тоже на подкопе Убегает Пытаются добить У нас Сларка Сларк уходит В неуязвимость В тень И Джакира Приходится прожимать Барабаны Кстати Достаточно давно Мы не видели Этого предмета Уже Редко В последнее время Собирают Но Джакира Все равно Убирает Да Даже не от Снайпера Инициация плохая Получилась То есть В разные стороны Распрыгались Персонажи Достал Все таки До Снайпера Там где-то Никс приседает От крипов Достал Все таки До Снайпера Сларк Но при этом Очень грамотно Увозит Своего кора Висп И весь прокаст Сенкинга Который предназначался Снайпер Уходит в молоко В этом плане Конечно игра спортов Хороша Ну да И вот потихоньку Настает тот самый Злостный лейт Для команды Охрана Сложновато становится Играть против того же Лайфстилера Против того же Снайпера Подкоп Тем временем Погули Неплохой получился А также подкоп у нас Тем временем Забирают у нас Снайпера Хорошо Рубика тоже забрали Можно пытаться Идти дальше Ну а Идти дальше получается И Гулю тоже Забирают Также цепляют у нас Никса И получается Минус 4 Практически На ровном месте Выживает только Висп А как дефать Виспом Понятное дело Никто Не знает Только Виспятами Которые наносят Очень мало дамага Мне кажется Можно идти пытаться Запушить линию уже Ну так вот Когда с инициацией Все в порядке У охраны Тогда Они могут сражаться И они показывают Что они действительно Грамотно могут Отдавать свои скиллы Здесь сейчас Смогли они Несколько засплитить Драку Виспа подцепили Висп В юглу подняли Но тот Улетает Ну и снайперам Дефать не очень сложно На самом деле Вот как раз Наверное для этого Частично тоже был взят Сларк Ой не Сларк А снайпер Да Для того чтобы И этот жоп Не внимать Можно С Драгонлендсом Так вообще замечательно Он стоит С этого места Можно две линии Раздефливать По графикам Давай посмотрим Что у нас происходит Да Около 4000 по голде Ведут Около 6000 по экспе Но опять же Стоит отметить Что на 32 минуте Это не какое-то Фатальное преимущество Да и стороны Все стоят Что у одной Что у второй команды И Серьезного импакта На Игру Эти 4000 Не вносят Пока ситуация Очень ровная И все по большому счету Зависит от того Насколько хорошо Будет инициировать Первый или второй коллектив Ну инициация У команды Шейкитов Правильно Шейкитов Сейчас достаточно сомнительно Один лишь Никсос Син Может как-то адекватно Инициировать И не всегда получается Вот эту инфестбомбу Хорошо реализовать Ну вот здесь я думаю Получится хорошо реализовать Потому что Подсыпляет у Гарманка Практически моментально Убирает этот персонаж Все же не везде Получается поставить Варды сейчас Как по мне Команде охраны Сейчас просто Не хватает Гема На кого тут гем На кого тут гем Нужно взять На кого тут гем Гем можно дать Тому же самому Сларку Вместо Мидаса Гем можно дать Тому же самому троллю Но троля подсыпляет Тем временем Не знаю Получится ли у него Убить Рубика Так Релокей Релокей Релокейта еще нету Комбэк Саджики Роса Они вынуждают Ну как бы Они сторону Спушат Без проблем Самое противное Что они могут Покорябать еще Какие-то Т4 вышки Здесь Хотя это Несколько уже опасно Но Как бы Основное строение Снесено Т3 Плюс Барак А это Как минимум Еще два Колодца Которые можно Безнаказанно Развалить И не так приятно Теперь вообще Играть будет На охране Чем временем Тем временем По-моему бабочка Должна сейчас Вот-вот уже появиться У Да У снайпера Не успел Старк Понятное дело Ее подрезать Потому что был КД блинка Немножко не попадает У нас также Якира Джакира Чтобы меня никто Не исправлял Потом В чате Там помимо Помимо того Что снайперу Прилетела бабочка Еще Кирасу Собрал себе Лайфстиллер Лайфстиллер Теперь Намного Сложнее Его будет убивать Такими Райткликовыми Персонажами Как Сларк И Тролль И Сам он будет Наваливать Очень больно За счет Дизволки Троллю Банально сейчас Не будет хватать Дамага У него Большая скорость Атаки Да Но ее Просто не всегда Хватает Для того чтобы Моментально Разваливать Каких-то персонажей У него как бы 250 У него 250 С руки Это не так Мало Здесь правда Подцепили Огрмага Его подсейливают Огрмаг А будет ли жить Да Скорее всего Будет жить Ну и Хорошее использование Форстафа на Джекиросе А это же Я забыл Что у Тролля Сейчас еще Талант Вели новый На плюс 40 К урону Поэтому Совсем неплохой Дамаг с руки Да Там все Неплохо Плюс Он Ну вряд ли Он здесь будет Брать наверное Сопротивление к магии Опять же Можно будет Веренакс взять И будет намного Тяжелее Без МКБ Лайфстилеру Бить Но пока Какой-то потребности В том что Бить он вообще Не испытывает Спокойно 163 разбирается Со строениями Которые Без боя Отдают оппоненты И потихонечку Планируется Заход на Т3 Вышку При этом Сларк Еще как минимум 8 секунд Его не будет Потому что Он только-только Переложил себе Свиток телепортации За это время Вышка может упасть Я думаю Что она и упадет На самом деле Ну а Чего Может помешать Снайперу Сейчас Я думаю Что практически Ничего Сларк внизу Разве что Тролль Как-то из смока Сейчас прыгнет Посмотрим Как получится Ну Снайперу Сейчас тоже Наглеть Не самый лучший Вариант Конечно Аегис Есть Но все равно Аегис Терять неприятно Просто так Сларк Кстати Очень Очень Сильно Проседает От гули Вот это Как раз Кираса Очень сильно Роляет Как по мне Тем временем Виспа Не смог Даже тролль Забрать Сейчас Виспа К сожалению Гуля умирает У нас Также здесь Никс Раскатывается Практически Моментально Под Сларком Сларк Также у нас Пытается Вырезаться Сейчас Снайпера Снайпер До последнего На мужика Причем Совсем Неплохо У него Это получается Под Виспом Но Снайпер Тоже Здесь умрет Это Минус 5 От команды Охраны Ну Снайпер Встанет С Майегиса Но Ничего здесь Отпускается Да Его Вбивают Обратно В землю Дабы Не поднимался Больше Ну и Под Драк Очень хорошее Получилось Плюс 3000 Чистыми Получают Для себя Силы тьмы 835 Отнимают У противника И Огромное количество Опты Также зарабатывают Тем самым То преимущество Которое Они теряли Они в принципе Обратно Потихонечку И забирают Себе То есть Они около 4000 Проигрывали Сейчас Графики Должны Где-то В нулях Оказаться У нас Ты По Количеству Фрагов Тоже 31 31 Другое Дело Что Стороны Нету Хотя Вот Сейчас Канеки Пытается Несколько Исправить Этот Недочет И Хотя бы Вышку Разбить Достаточно Быстро По скорости Атаки С ларком Падает Вышка Сейчас Ну Я сомневаюсь Что Рубик С виском Смогут Конкретно Задефать Разве Что Рубик Сверует Что-то Мега Невероятная Типа Ультимейт Санкинга Ну Посмотрим Как это Все Будет Ну Пока Не Получалось Ничего Такого Своровать Потому Что В принципе Каких-то Супер Крутых Скиллов Даже Для того Чтобы Воровать И особо И нету Тролль Там Уже Кстати Расправляется С верхним Колодцем В соло Достаточно Без Каких Небывок Проблем А вот Снизу Драка Достаточно Серьезная Разулетился Сэнд Кинг Правда Урона Ощутимого Ни по кому Не нанес Сларк Под боковой Пытается Наваливать Не получается У него Это очень сильно Хотя Хорошо По лайфстилеру Можно лайфстилер Выхиливает Фонтан Выхиливает Висп Лайфстилер Живет По прежнему И только сейчас Начинает умирать Очень неплохо Там разулетился Руби Который как раз Украл Эпицентр И правда Все равно Минус 3 Минус 4 И Уходит Отсюда Висп Или нет Мы сейчас Узнаем Висп Нет Скорее всего Отсюда Тоже не уходит Хотя С релокейта У него Это получается Сделать Но Понятное дело Что он сюда Вернется Байбэк От Никса ТП будет делать Висп Будет делать ТП Я думаю Что не Успеет Его забрать Получается Получается Да Но это на самом деле Тайминг очень неплохой Надо поймать Но в этом плане Висп Молодец Тренировал Гуд Джоб Но при этом Но при этом Все равно Файт Проигран И С проигранным файтом Есть возможность Зайти на хайграунд Что собственно И делают сейчас Игроки команды Охрана Но не так просто Это сделать Под живого снайпера Живого снайпера У которого есть Три с половиной Рабочих слота Который готов Наваливать И делает это Без особых проблем Что ты там Три с половиной Рабочих слота И кольцо Властелина Да 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 Вообще Неплохо было бы Знаешь Там за 10 тысяч Кольцо всевластия Которое Работает По Что оно будет делать Оно будет давать тебе Плюс 20 Раз в 5 минут Убивать всех Вражеских героев Нет Оно будет давать тебе Плюс 20 Ко всем статам Которые ты можешь Переложить В себя Так же как Скушать муншард Типа Одел колечко на цепочку Так надо же еще цепочку Будет за 5 косарей Паять Ничего себе Можете В бизнесмены вообще Стоит идти А не в комментаторы Мне кажется Такой себе Бизнес Будет на самом деле Еще и цепочку За 5 косарей Нормально Нормально Это новая мета Мне кажется Будет колечко с цепочкой Раннее Раннее колечко С цепочкой Выигранная игра Там Кроме как и временем Но убивают Я хотел Ты хотел сказать Я у тебя забрал эту фразу К сожалению Так Снайпер у нас Не может дебать Пока что Потому что он В стане стоит Но Все равно Не хватает Даже не то Что не тот барак Просто под бэкдором Пытаются Пробить бараки Силой тьмы И поэтому Все их усилия Оказываются тщетные Нужно все таки Подтянуть Под бэкдором Да Нужно все таки Подтянуть Оставшиеся линии Тоже как-то К хайграунду противников После чего Можно будет Пытаться инициировать А там К слову Мы знаем Узнаем через полминуты Примерно Точный тайминг Появления Рошана Что будет Означать Что Команды будут Либо фармить дальше Либо ждать Либо собственно Забирать этого самого Рошана Такие дела Никасасасин у нас уже Набил много шишек Бегает наконец-то С Емом Собрал также Форстав Вот я не заметил Форстав совсем Неплохой артефакт Учитывая то Что постоянно Приходится работать Такой небольшой Маршруткой Для Гули Сейчас подбегает Он к Сларку Сомневаюсь Что получится Собрать этого персонажа Так быстро Потому что Там есть Жакира Все равно получается Гуля включает На Срейдж И очень быстро Наваливает Ну конечно же Так же минус Жакира Тщетные попытки улететь Там понимаешь Лайфстиллер наносит Такой лютый Берстовый урон За счет того Что у него есть И дезолятор И сабля И кераса Он просто за две тычки У него собственного урона Триста практически С руки И он за две тычки Сносит вместо трех ста За счет огромного Минус армора За счет очень быстрой тычки За счет подключаемого Армлета За счет возможности Того что еще и Крит вылетит Он просто сгрыз За эти две тычки Половину Сларка При том что Сларк Не самый Точный персонаж У него 2700 сейчас Он 25 уровень Взялся плюс 12 Ко всем атрибутам Между прочим Кстати И Сларк И Тролль Как я вижу Купили себе МКБшечки А как пробивать По другому Снайпера У того Бабочка Его вообще Тяжело брать Поэтому пришлось Ну и плюс Это неплохой артефакт Сам по себе Так что в принципе Почему его и нет Рошенчик Через 5 секунд Появляется Так что Никс Ассасин Сам пытается драться Не видит на хай-раунде Двух персонажей Хорошо Релакейт неплохой С Гулей Можно пытаться разваливать И временем Умирает У нас также Никс Очень быстро Очень быстро Падает Виск Но его все равно Они пытаются Как-то не фокусить И умирает У нас Также и Никс А Гуля Живет Потому что Крипа заднете Пока что невозможно Не туда Не туда Видно 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 Рубика Да Видно Рубика Рубика Должны здесь Разваливать Вряд ли Он как-то уйдет Отсюда Хотя может попытаться Да Хорошо Догерочек Три Две Одна Но А я Видно Догорел Все А Глимер Почему Глимер Глимер Ну не хватило Рук у него Не хватило Рук просто Плохо Ну я на самом деле Вообще не понимаю Что ему Рубик Делал Ладно Пытался уйти Судя по всему Рубик пытался Подставить Лайфстилера Если бы чуть больше Фейтболт Он урона нанес Можно было бы Крипа Заднете Лайфстилера Там убить Вот такой Вот он Нехороший человек Так Ну и Графики на самом деле У нас Калычутся То в одну То в другую сторону Потому что Постоянно То одна Своя команда Собственно выигрывают Драки Ну и вот сейчас 5000 для команды Ну чуть больше Там 7500 Для команды Охрана И по Галде И по XP Ну и Рошанчик Кстати сырный Насколько я помню Да сырный Рошанчик Для них тоже Вряд ли будет Как-то кратство Драться без двух Восстанажей оппонент И очень быстро С приходом троля Этот Рошан падает Даже из башени Выйти просто не может Это на самом деле Дико противно Помню комментировал Год назад Один турнирщик Кстати вот Сыр берет нас Джакира Там тоже была ситуация В час ночи Приходилось комментировать Там На 88 Минуте Была приблизительно Такая же ситуация То есть Одна команда Сначала фармила Потом убивала Всю вражескую команду Та команда Байбай Калайс Тоже фармила И убивала Вражескую команду И такая вот Скажем Непонятная Неваляшка Была в обе стороны На протяжении Минут Так 40 подряд Да и там Всех жутко Бесила Конечно Это еще Лад Небось Какой-нибудь Был Да Нет Это финал Кстати был КП Нерд КП Нашего Вузовского Чемпионата В общем Все такое Сложная ситуация Местные Местные Ребята Не хотели Отдавать Победу Так Ну здесь тоже Достаточно упорная Борьба идет 45 минута Пока вообще Непонятно Кто здесь Побеждает То есть Некоторое Преимущество Наметилось У охраны Но при этом Зайти на хайграунд Они с этим преимуществом Не могут Потому что Есть снайпер У снайпера В свою очередь Что там по байбеку Можно посмотреть У снайпера Байбек Имеется Так что Снайпера два раза Убить будет не так просто Плюс там еще висп есть Ну в общем Печально Печально Снайперу Все сложнее сейчас Подбираться Вот Не хватает все равно Вот этого дайгера Не хватает Дальности дайгера Не всегда Скажем так Хватает Дальности дайгера Для того чтобы Убить этого снайпера То банально Банально себе Этот снайпер Живет очень долго И все равно Всех убьет Как по мне Гули нужно Что-то еще Все-таки Не на Боже мой Не на Домах собрать А вот как раз На статы Либо просто На силу Потому что Эта гуля Она впитывает В себя абсолютно Весь урон Она отвлекает Внимание от снайпера Снайпер пока стоит Пока гули убивает Он стоит За спиной У этого персонажа И всех убивает По-моему Это идеальная картина Ну гуля На 25 возьмет Себе наверное Плюс 15 Габаране Что достаточно Неплохо Плюс Кстати вот интересно Работает ли МКБ На таланты Наверное же работает Потому что гуля Опять же взял себе Плюс 15% К уклонению И наверное МКБ решает Эту проблему Я уверен Что решает Я что-то Как-то даже Не задумывался Никогда Особо Над этим вопросом Ну так Я не чекал Но мне кажется Что Ну просто в описании Даже по описанию Судя по описанию Можно судить Что спасает Там на самом деле Совсем скоро Уже Сенкинг Будет Очень богатым У него Плюс 120 Голды в минуту Кроме того Стоит не забывать Аджики Роси У которого тоже есть Плюс 150 Голды в минуту Не хватает Только пакости Слушай А у него кстати Второй талант Я просто Жекиросу реально Очень давно не видел Даже талант Особо не смотрел У него и второй талант Крутой У него плюс 400 К дальности атаки То есть он может Вместе То есть у него Свои 400 Плюс от Драгонленса Можно получить Плюс еще от Дерева талантов Ты получаешь И ты такой Снайпер Не хуже А 50 секунд К возрождению Как тебе Не хуже ландруида 50 секунд Да Вот Опять же Или Или айспас Который действует 3.25 Ну блин Просто Мне кажется Джекира Просто в кэри Еще никто не собирал До этого Попробовать Собраться Вот ты спрашивал О самом недооцененном Герои У меня есть Выход Я понял Новая мета Не ну Я видел Лича Который из хардлинии Вывозил себе артефакты На урон И разваливал Там Сколько у него Плюс 250 урона с руки На физический У него на 20 В 25 уровне Плюс 250 урона с руки Талант А так как он Просто уточни Сколько ММР Было У Лича Этого Около Пятика Серьезно? Да Интересно Интересно Как бы Есть Ну как бы Он может Быстро Набрать Себе 25 За счет Пожирания Крипов Так что Какая-то Логика В этом есть Плюс у него На 20 Тоже какой-то Приятный Талант Который На рейдклик Охранники Разбивать Смоук Сейчас Насколько я понимаю Курьер Он уже ждет Смоком И можно Пытаться Как-то Зайти На хайграунд Вот эти Ненавистные Два Барака Запушить Наконец-то Есть уже Два Артефакта На домах У Сларка И у Тролля Поэтому Можно Как-то Пытаться Даже Быстро Забрать Вот Подтишок Милишный Барак Но Снайпер Прекрасно Все понимает Ой-ой-ой Как неплохо Это было А там на развороте Отличный Подкоп И какого Громага Вместе с Джакир Сбрили Мгновенно Тролль Пытается Драться Но вряд ли У него Это получится Сделать Разулетился Синтинг Но он тоже Урона Абсолютно Никакого Не наносит Тролль В итоге Все-таки Перерайт Кликал Здесь Лайфстилер Нужно Забрать Отличный Подкоп Очередной По двоим Тролль Может здесь Уехать Тролль Отъезжает Это только Аегис Второй раз Его надо будет Убивать Сларк Сларк Тоже Отъезжает В таверну Минус Пять Уже Скорее всего Умрет Здесь Также И тролль Который Просто Делает ТП Аут Получится Лидом Просто Сделал ТП Аут Хотя Там Рядом Была Шрапнелька Которую Казалось Бы Можно Было Как-то Ну И Фактически Это Тим Вайн Потому Что Если Не Учитывать Аегис То Это Тим Вайн И Также Потерянный Ген От Команды Охрана Поэтому Можно Констатировать Что Этот Скажем Врыв Сейчас Был Совсем Скажем Был Плохим Пять Пять Да Пять Тысяч И Плюс Еще Снайпер Вот Если Бо Он Форстап Сейчас Себя Не Засейвил Мне Кажется Было Бо Все Плохо Сейчас Все Таки У Команды Шейд Да Врыв Был Не Сказать Шибко Подготовленный Потому Что Джекир По-моему Даже Не Успел Сыр Прожать По-моему Он Сейчас Отдал Кому Сыр Или На Базе Выложил Ну Его Реально Очень Очень Много Урона Вписывает Лайфстиллер И Здесь В очередной Раз Джекир Так Пытаются Влететь У нас Джекир Но Джекир Дается Только Третье Скилл Гули И Джекир Спокойно Себя Сейчас Чувствует Минус Просто Барак Барак Стоит На Очень Лоу ХП Просто Нельзя Его Оставлять Конечно Снайпер Это Прекрасно Понимает Даже Не Нехорошая Идея Можно Подставиться Под Того же Сэнкинга Под Ультимейт Сэнкинга Хорошо В любом Случа Пытаются Наваливать Очень Снайпер Сейчас Наваль По Огру Тоже Сильно Наваливает Огра Кажется Кажется Это Конец Стоп Подожди Сэнкинг Неплохо Так Влетел Есть Живой Снайпер Там Живой Снайпер И Против Снайпера Будет Тяжело Здесь Сражаться Ластилеры Конечно Могут Попытаться Забрать Но Подходит Снайпер Начинает Настреливать Уже Очень Неприятно Сэнкингу А тот Поднимает Себя В Еул Ну И Умирает Видишь Сларк Просто Ничего Не Сларку Либо Поллица Тролю И Очень Неприятно На самом Деле Все Дело Конечно А Каких-то Артефактов Непосредственно Защиту Нету Да Тролль Конечно Может Сражаться У него Есть Сатаник Здесь Более Менее Неплохо В Плане Сларка У него Из Артефактов На Защиту Есть Ультимативная Способность Тоже Неплохо Вроде бы Как Но Все равно Все равно Этого Не хватает Как мы Видим И Вторая Сторона Уже Пала У команды Охрана Гуля Вообще Там Просто Неубиваемый Становится Сейчас Абсолютно Я вообще Не знаю Честно говоря Чем пытаться Контролить Сейчас Можно Гулю Очень Много Скорости Атаки Сейчас У команды Охрана Но Дамага Как такого Все равно Мало Как Пилейта Ну Не знаю Да нет Дамага Вроде Хватает Не хватает Возможности Зафиксировать Противников То есть Что там Что там Вот эти Всякие Форстафы Еулы Глимеры Они Дико Неплохо Сейвят И Если Против Глимеров Есть Гемы То От Форстафов Как бы Особо Никак Не спрячешься Плюс Снайпер Докупил себе Уже Бладторн И теперь Может затыкать Всяких Нерадивых Сларков Если После БКБ Затыкнуть Сларка Который Не успеет Прожать Либо Ульту Либо Даркпак То Сларк Умрет Так же Как Собственно И тролль Скорее всего Ну Тем временем Никсассин Опять пытается Выбежать У нас Под Смоками Под Всем На всякий Случай Уже Прожал Смоки Так же У нас Никсассин Скорее Всего Это Будет Выходно Рошана Вопрос Один А Стоит Ли Потому Что Есть Ультимейт У Сент Кинга Все Таки Решили У нас Отойти От Рошана Пойти Попытаться Кого-то Зацепить Видят Сларка Как будто Бы Просто Читает Сларк Сейчас Игру Кидается На него Лотус Орб И тут Просто Моментально Убивает Троля Не успевает Он прожать Ни БКБ Ни Сатани Которые Бы Конечно Его Подсейвили И Придется Сейчас Ему Конечно Выкупаться Потому Что Без Него Команди Ну Очень Плохо Тут Бы Хотя Был Бежать На самом Деле Минус Сент Кин Их Также Трипл Кил Не Байбай До сих пор Троли Непонятно Почему Но Они Могут Снести Пока Третью Сторон В лучшем Проблема Они Могут Либо Идти На Трон Либо Ничего Не Делать Потому Что Т2 Снизу Т2 Снизу Линия Отпушена Достаточно Далеко И Поэтому Самое Адекватное Решение Пойти На Рошана Сейчас Что Собственно И Демонстрирует Нам Команда Реля Ну Рошан Подает Моментально И Можно Опять Заходить В принципе Огра Нет Байбэка Пока Что Ну Фактически Минус Пару Так Станов Это Совсем Неплохой Вариант Как По Мне Минус Один Персонаж Это Круто Даже Не Совсем Не Совсем Станов Дел Больше На данной Минуте Мне кажется Решает Бладласт Ну Да Бладласт Также Решает Но Учитывая То Как Быстро Троля Расщепили В прошлом Замесе Так Совсем Неплохой Подкоп По Никсу Фокусит Практически Моментально Но Все еще Улетает Недалеко Улетает Совсем Просто На какую-то Небольшую Дистанцию Пытается Увести Снайпера Гуля Умирает Очень Очень Быстро Умирает Я не понимаю Почему Гуля Все таки Решила Не выложить Какой-то Предмет И не взять Ягис Непонятно Хорошо Виспа Также Нас Забирают И Улетает Также Шкипер Не замечает Его Сынкин За деревом И Не успевает Стандать Вот так Вот Ну Драк Хорошая Они Не смогли Зайти Саегисом Сделали Минус 4 Без потерь Опять же Это Нет Там По-моему Кто-то Джакира Какой-то Умирал Или что-то Такое Это Это Нет Умирал Укормак Это Проблема В инициации Кто правильно Хорошо даст Подкоп По кому Тот И выиграл Это реально Жадность Вот Стоит Т2 Не будут Защищать Т2 Заберите Т2 Вот Стоит Около Т2 Святыня Ее не будут Защищать Заберите Святыню Зажмите Полностью Противника На базе Почему Они не смогут Сплетить Потому что Остальные Линии Тоже Были Отпушены В сторону Команды Дайер Почему Надо играть Настолько Жадно Потому что Сейчас Можно будет Выбить Байбек И у Орели И Действительно Один Проигранный Файт После Байбеков И Тролль Снесет Вам базу Да Действительно Команда Орель Сейчас Поспешила Как по мне Стоило Все-таки Заняться Святынями Стоило Еще Подформить Себе Какую-то Никакую Голду И Уменьшить Скажем так Спейс Откровенный Неплохой Выход На снайпера Но Не факт Что Смогут Его забрать Конечно Не смогут В лимире Сейчас Стоит Снайпер Зачем Зачем Так Близко Но Все равно Решили Не идти Дальше Конечно Здесь Пойдет Как минимум Один Барак Второй Барак Достаточно Сложно Забрать Потому что Снайпер Все-таки Неплохо Настреливает Но Неплохой Врыв оценки И минус Снайпер Но Пока что Еще не Минус Снайпер Пока что Еще Только Ей Если Забыл Сларк Влетает Сейчас Моментально Выгрызает Лайфстиллер Очень много Домога По Лайфстиллеру Но Есть Шрайн Который Вязает Снайпер И Снайпер Судя по всему За это Сейчас Поплатится У Снайпера Есть Байбек Минус Гуля Минус Снайпер Гуля Снайпер Байбек Хорошо Можно Как-то Пытаться Еще Дамажить Но Очень Мало Сейчас Шансов Остается Все-таки У команды Ариэль Напомним Байбеков Бо2 Бо2 Это групповая Стадия Снайпер Может Пытаться Как-то Дефить Другое Дело Они могут Дефить Даже Меггрипов Если Сейчас Не будет Падения Трона То Они могут Дефить Меггрипов Подцепили Сенкинга Ультимативная Пошла по Нему Жас Сенкинг Все-таки Выживает Третья сторона Падает Третья сторона Падает Гуля Очень не хочет Подходить туда Потому что У него ни БКБ Ничего нет Здесь Прыгнули На Прыгнули на Снайпера Его Аннигилировали Очень быстро Это КГ Это КГ Лавстилер Просто не выходит Из пермобаша От Тролля Гуд гейм Велплейт 1-1 Блин Ну все-таки Действительно Интересная Это была игра До последнего Мне было непонятно Кто все-таки Победит Действительно Можно было Еще даже Дефать Меокрипов Но В любом случае Побеждает Команда Охрана Ну Отомстили Они все-таки За первую Свою игру Несколько дольше У них Правда Это получилось Неважно Неважно Все равно В любом случае Это бывает Действительно Крутая Интересная Я согласен Ну что ж Карты получились Интересными Команды продемонстрировали Хорошую игру Не без ошибок Но ошибки случаются У всех Для вас же Эти карты Комментировали Александр Ленигиропотапов И Руслан Хантер Ковальчук До новых встреч